Решил сегодня после беда поехать в Юскюдар, только что забыли с имени Анюэта, буквально там 5 минут. Короче, который у нас довелся. Что дальше, понятия не имею. Юскюдар из Кьяляси, пристань Юскюдара. Солнце сядет где-то туда, за район Султана Ахмед, короче. И здесь есть своя, как бы такая рыбацкая территория, как на Галатой Кембрюши. Европа, Азия. Европа, Азия. Европа, Азия. Все же любят подчеркиваться. В общем, я сейчас в Азии, короче говоря, еще раз напоминаю. Вот это там Европа. Кошек, собак и голубей в Стамбуле точно любят. Опа, побежал. Вот первое, что встречают, это мечеть Мефримах Султан. Наверное, многим знакомо имя этой женщины. Вот вы приезжаете, допустим, с того берега, причалили к пристани, выходите и хотите пить. А вам еще далеко выйти, до вашего дома вы выходите и раз попадаете прямо к роднику. Специально построен на пристани, 1700 там какие-то годы. Рядом с мечетью Мефримах Султан. Вон, главное, вода сегодня идет. Я, правда, не знаю, родниковая или нет, но вода идет. Построена по указанию дочери султана, той самой Мефримах Суллири Султана, Суллимана Великолепного. Вот. И все тем же архитектором по имени Синан. Он был башмимары, османлый башмимары, главный архитектор. В Османской империи аж, по-моему, при трех султанах, кажется. Сколько мечетей построил Мемар Синан, архитектор Синан, я, например, не знаю. Но я думаю, со счету сбиться можно точно, потому что, когда даже гуляешь по Стамбулу, там в разных районах подходишь, там, мечтаешь, кто строил, иясняется, что все тот же Синан. Ну, и, конечно, по классике, во дворе Чинара. Мечте, вымечте, вот такая вот доска. У нее наверху написано «Айлара гюре» согласно месяцу, в зависимости от веки. И месяца «Гюльге душу мюйле» по падению и тени «Ойле» и «Кинди» в Акитляре. То есть «Ойле» – это обеденный намаз, и «Кинди» – это третий намаз, после обеденный, послеполуденный намаз, в Акитляре время. Здесь вот как раз ягла, и потому как падает тень, вычислить, когда пора молиться. Вперед, вперед, вперед! Та самая хамси, которая везде готовит, жарит. Это сарган. А это Аихлан-мышь на 5 лир дороже, чем этот. Типа, ну, отобранная, короче говоря, отборная, в общем. Те самые каштаны. Созвучно нашему «Алыче». Созвучно нашему «Алыче». Это, значит, мечеть Мехримах 1500 там, ну, середина 16 века. Вот вторая посередке, буквально через метров 50-100. И вот третья. Ну, буквально в минуте ходьбы от мечети Мехримах султана находится вот эта мечеть. Янивали де Джамии. Ну, вот ее усыпальница. Описание ее жизни. Была матерью сразу двух султанов, одного за другим. У мечети, которая и названа в честь нее, она и похоронена. По ее указанию построили родник. Османским языком, судя по всему, написано. Османский язык – это язык двора. Это страшная помесь тюркских корней с партией и с арабизмами. А вот уже нормальный, как бы, турецкий, к которому мы сегодня привыкли. Так что, я думаю, перцы это прочли бы лучше. Это чинары в основном, высаженные во дворе мечети. Но, в принципе, чинары здесь, в Турции, у них такое особое значение. По сути, культ чинар. Вырастает до огромных размеров и дает много тени. Поэтому не случайно их везде сажают. По-турецки такие мечети имеют особое название, особый статус кюлье называется. Огромная инфраструктура, по сути. То есть и всякие медресе, и родники, и какая-нибудь там школа, и обязательно какое-нибудь там благотворительное учреждение. Они строились не просто для того, чтобы молиться, а чтобы еще и помогать людям. Вы в курсе, что у турок есть вообще такая привычка ходить и напевать. Я сейчас говорю о мужчинах, в первую очередь. Такой не центровой, но довольно древний, конечно. Естественно, Раскадарка очень старый район, очень старый. Сворачиваем. И смотрим, что здесь. Немножко даже дыхание сбивается. Наверное, на каждого жителя Стамбула все видимо, как это по одной кошке. Что ты тут делаешь на чужой машине? Чем выше поднимаешься, тем виднее все, конечно. Вот так выглядят улицы. Вот чьи-то окна, кто-то разговаривает. Такие виды из-за скюдара. Солнце сейчас как раз садится. Как съедиться? Нормально? Я очень люблю эти бюреки. С таким типичным турецким чаем. Таким горьковатым. Но здесь как бы для тех, кто не особо любит турецкую кухню, там специи, там когда все намешано и так далее. Бюреки такой, одно из, где вот минимум ингредиентов и при этом все очень вкусно сочетается. Напоминает о доме на Кавказе, нечто подобное есть. Сыр, тесто. Вкусно, просто, сытно. На все, про все ушло где-то, да почти часа три, наверное. Можно вернуться на метро. Но согласитесь, на пароме намного интереснее. Как многие поступают, поднимемся на второй этаж. И пойдем на открытую площадку, чтобы смотреть волны, там все дела. ПОДПИШИСЬ!